Привет, это Reborn. Продолжаем делать реакции на анимацию. Я тут вспомнил, что у Юлика есть второй канал, на который он делает анимации. Канал называется «Жизнь с подливой». Анимация вот у него сегодня вышла новая, называется «Топ Фей Винкс». Я не любитель этого мультика, даже по приколу его не смотрел. Может быть, когда-то в детстве там натыкался на каком-нибудь канале, например, на СТС, на пару серий, но даже, наверное, серию ни разу не досмотрел до конца. Так что «Топ» мне, наверное, ничего не скажет, но я надеюсь на фирменный юмор Юлика и на красивые картинки. Так что погнали, посмотрим. На сегодняшний день бренд «Винкс» ежегодно приносит своим создателям более 5 миллиардов долларов. Пойду я, наверное, создам своих фейчик и буду их раскручивать. 5 миллиардов долларов в год. Офигеть. И это, по-моему, еще с учетом того, что мультики сейчас не выходят. Либо я ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Рюкзаки, куклы, браслеты и комиксы. А что закрасил-то? Комиксы. Лицензию на продукцию приобрели... А, ну да, точно. Мультиков нет, зато все остальное есть. Сотни компаний по всему миру. Вселенная мультсериал состоит из разных измерений, населенных волшебными существами. Он даже разбирается в этом. Прикольно. И в сегодняшнем видео мы расскажем о шести самых крутых персонажах из клуба Винкс. Это весь клуб Винкс, да? Веселая и упорная муза с планеты Мелодия начинает наш рейтинг с последнего места. Фея обожает играть на музыкальных инструментах, а ее самый главный талант – очаровательные вокальные... Есть пять рублей. А, типа в переходе играет, да? Если в первых сезонах... Ты хоть бы показал ее вокальные данные, ну камон. ...девушка кажется очень замкнутой и равнодушной, то со временем ее характер становится нежнее и чувствительнее. То со временем она начинает раздеваться. Муза восхищается рок-звездами, они кажутся ей свободными и потрясающими, ведь рокеры не следуют никаким правилам и канонам, из-за чего она мечтает стать похожей на них. Во время каждой перемены девушка вставляет в уши наушники и начинает пританцовывать в такт музыке. А иногда она прибавляет громкость так высоко, что не слышит звонка на урок и частенько на него опаздывает. Какая-то странная информация. Я думал это будет какой-то прикольный ролик, пока что что-то как-то серьезное, либо он делает намеренно серьезно, чтобы было смешно. Не понимаю. ...на то, что Лейла появилась в клубе Винкс только со второго сезона, фею полюбили миллионы поклонниц. Девушка очень... Поклонниц. Ты, наверное, поклонница, Юлик. ...кактивная и спортивная. Она постоянно делает зарядку по утрам и в свободное время занимается лыжным спортом. К тому же, как говорит сама... Так, а там было пятое место написано или я что-то пропустил? Там же не было пятого места, а почему она начала про пятое место говорить? Лум, фея обладает сногсшибательной властью, словно в ней содержится одновременно сила двух ведьм, Дарси и Сторми. Пускай некоторые подруги не считают Лейлу очень уж женственной, девушка... Да вроде как бы женственная. ...не обижается на подобные выпады в свою сторону, ведь спор дарит ей всегда хорошее настроение. А, типа... Я сяду такая туда. А заодно помогает накачать тренированное и подтянутое тело. За прекрасный пример для подражания... А здесь нифига, оно не накачанное. ...восхищение, фитоняшка занимает уверенное пятое место. Окей. Четвертое место принадлежит фею солнца, луны и звезд, а именно Стелли. Это похоже на какую-то зэк-женщину. Я надеюсь, они не обидятся на меня. В каждой серии она меняет свой прикид по нескольку раз, а ее макияж состоит из румян, черной подводки, цветных теней и яркой помады. Он даже в этом разбирается. Окей. В первую очередь она олицетворяет собой стереотип глупой блондинки, ведь основное ее хобби – это шоппинг. Фея мечтает стать принцессой с полным шкафом одежды и разнообразной обуви. Хоть Стелли эгоистична, она способна на искренние переживания за лучших друзей и близких, а в трудную минуту девушка мыслит рационально, находя разумное применение силам. В трудную минуту, когда она набухалась. К тому же фея носит облегающие брюки и корсеты, из-за чего талия Стелли становится тоньше, хотя... Да у них она там у всех тонкая. Она прекрасна и так. Дарси, ведьма тьмы... Что с ней такое? Почему она такая стрёмная? ...хипноза из троицы Трикс. В отличие от своих сестер, она самая хладнок... А я думал, здесь будут в топе все добренькие, оказывается, нет, окей. ...кровно и всегда бьет во всю силу, хотя магию попусту не растрачивает. Одна из ее магических способностей – сотворение щупалец осьминога подобного монстра. Из-за... Аааа... Тентакли. ...за чего итальянский мультфильм начинает походить на японское видео для взрослых. Несмотря на то, что у Дарси плохое зрение, она постоянно рискует споткнуться о ближайший камень, когда она надевает очки. Но нужно же какой-то ей этот... Слабое... Слабое что-нибудь, чтобы ее можно было победить, а то она больно бьет, хотя бы вот зрение ей, да, сделали плохим. Прибор только дополняет ее образ. А как... Такая... Училка. Товарная ведьма превращается в сексуальную молодую учительницу по-английски. У нас с тобой одинаковые мысли, Юлик. ...клизскому языку, за что она заслуженно занимает третье место. За что? За то, что она сексуальная училка? И за это давать сразу третье место? Ну, я не знаю, по-моему, такое себе. Второе же место принадлежит Флоре, которая постоянно находится на открытом воздухе. Организовывает походы, бродит по... Она что, бомж? ...красным лесам... Я что за хер не говорю? ...а заодно собирает цветы и травы. Бомж у Растаман. Кожа фея настолько нежна, что она не может пользоваться тональным кремом, а впрочем он ей не нужен. Да она и так как бы мулаточка. Флора без макияжа гораздо красивее... Ну да, как ты ее нарисовал, то да, конечно, она гораздо красивее и без макияжа. ...жили с ним. Она тихая, скромная и застенчивая... Я думал, у многих медведей это кое-что другое. ...девушка во время сражений старается действовать как можно аккуратнее, дабы лишний раз не навредить противникам. Когда... Лошара. Девушка перевоплощается, магия вовлекает Флора в благоухающий водоворот, а когда она из него выбирается, то напоминает прекрасный, только что распустившийся цветок. Распустившийся Растаман. Как вы могли догадаться, первое место занимает Бл... Ну, конечно же, самое главное. Я ее просто помню по рыжим волосам. На всяких картинках, мультиках я не смотрел. Глум. Но не добрая и милая фея, а ее темное воплощение. А там еще есть и темные воплощения какие-то. Глум. Пускай она появляется... Глум. Мяу-му, сказки. Ишь, в втором сезоне именно эта версия полюбилась и запомнилась миллионам девочек по всему миру. И тебе, видимо, тоже. Во время полного обращения костюм феи меняется в наряд темно-синего цвета. Ее макияж становится также более темным, что и неудивительно, ведь она сама трансформируется в жестокую, эгоистичную и властную ведьму. Я не знаю, что за херня происходит. Глум подшучивает над подругами, переворачивая... Поэтому ее так называют, Глум. ...порней верх ногами. В общем, идеальная доминантная девушка для абьюзивных отношений. Хотя, если она... Ей бы в 60 оттенков серого. ...попадает под власть темного феникса, то она становится его... Это что, людик, что ли, какой темный феникс? ...преданный марионеткой. И выполняет абсолютно все приказы. На этом сегодняшний рейтинг подходит к концу. А какая фея, по вашему мнению, заслуживает попасть на первое место? Юлик, ты заслуживаешь попасть на первое место. Ты самая лучшая фея. ...в топе. Обязательно оставляйте комментарий под роликом. Если вам понравилось видео, то не забывайте... Ну, что я могу сказать. Предыдущий видос, который я смотрел еще на своем втором канале, который забросил, мне показался гораздо более веселым. Да и вообще там сюжет был. А это... А это я не знаю, что это. Ну, как-то странненько выглядит. Но, конечно, я Юлика продолжу смотреть. Он прикольный чувак. Так что, ладно. Поставим лайк авансом. Надеюсь, следующие видосы будут лучше. Но если вам этот видос понравился, друзья, не забывайте ставить под ним лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.